Всем привет, это Бостон. Наконец-то на основной сервер вышло обновление 1.6.34. Но, к сожалению, доступно оно только на Android, потому что на App Store с обновлением возникли какие-то проблемы, и его никак не могут проверить. Поэтому события, связанные с выходом Валентины, решили отложить до того момента, как приложение обновится на iOS. А заодно на почту пришлют немного бесплатных плюшек за отстрочку обновления. В общем, Валентина немного задерживается, возможно на несколько дней. А из-за разницы версий, игроки на Android и iOS пока играть с друг другом не смогут. Тем не менее, пробежимся по всем изменениям в этой обнове. Обзор нового героя Валентина можно посмотреть у меня на канале. Выпустил совсем недавно. Вкратце, это маг с высоким бурстуроном, контролем и мобильностью. А ультой она может скопировать вражеские ультимейты. Обновился магазин фрагментов. В магазине редких обликов стали доступны Клинт рок-н-ролл, Аргус темный дракон, Фанни королевский кавалерист, Ангелла вестник любви и Хилос мрачный вестник. Недоступны станут Мия капитан шип, Акай алый самурай, Алиса паровой планер, Грог страж замка и Эстас священный жрец. В магазине героев появились Кагура, Селена, Броуди, Роджер, Теризла и Эритель. А недоступны стали Люнакс, Ланселот, Лесли, Фаша, Хаебуса и Грейнджер. Также в этой обнове поменяли многие боевые заклинания и скорректировали силу героев. С них и начнем. Бафы и нерфы. Усилили саппорта Флориен. Теперь развитый фонарь будет давать ей больше магической силы, а союзникам будет давать больше бонуса магической силы и физической атаки, но при этом в два раза снизили бонус хп, который дается при развитом фнаре. На первом скилле увеличили отхил, особенно от вражеских героев, но урон немного снизили и увеличили затраты маны. На втором скилле также снизили урон и увеличили перезарядку. А на ульте тоже немного снизили урон, зато ощутимо увеличили отхил. Аврори снизили заряды пассивки с 4 до 3, соответственно заморозка будет срабатывать чуть чаще. Также на первом скилле увеличили радио взрыва и немного уменьшили урон в начале игры, а перезарядку в начале игры наоборот увеличили. На втором скилле также увеличили перезарядку, но уже в лейте. В общем попасть первым скиллом теперь будет чуть проще, вот только урон от этого не увеличился, так что по факту Аврора особо сильнее не стала. Роджеру немного подняли рост хп с уровнем и защиту в форме волка на втором и третьем уровне ульты. Фрея на втором навыке увеличили дальность рывка. Вроде изменения незначительные, но теперь на этом герое поприятнее играть, так как выросла мобильность. У Мартиса теперь будет увеличиваться урон на ульте при повторном ее применении после убийства врага. Беатрис чуть-чуть увеличила свою базовую силу атаки, а Кадита теперь будет быстрее передвигаться на своем первом скилле и ультимейте. Харли подняли увеличение скорости атаки с пассивки, а вот Эймуну наоборот пассивку нерфанули, снизив длительность камуфляжа и реген хп под ним. Хаебуси ощутимо уменьшили базовый хп и прирост физической атаки с уровнем. Лансилоту снизили замедление на втором скилле, а Лисунсину немного уменьшили базовую физическую атаку. Пакита уменьшили урон на ультимейте в начале игры, и у Бэйна немного снизили урон с первого скилла в начале игры и мидгейме, но на его общий урон эти снижения особо не повлияют. В общем, на мой взгляд, изменения в балансе абсолютно несущественные, и все герои остались примерно на тех же показателях. И это неудивительно, так как впереди турнир М3, а перед турниром баланс обычно сильно не меняют, чтобы не портить наигранные стратки киберспортсменам. По боевым заклинаниям, вдохновение теперь будет плюс к увеличенной скорости атаки, еще и восстанавливать хп при базовых атаках. Спринт теперь длится на 2 секунды короче, но дает иммунитет к замедлению на все время его действия. После оцепенения враги теперь будут дополнительно немного замедлены. Прибытие больше не усиливает урон после использования, но скорость передвижения после прибытия будет снижаться медленней, то есть передвигаться после прибытия герой будет быстрее. Огненный выстрел больше не замедляет врагов, но на нем немного увеличили урон, особенно в начале игры. Отомщение теперь будет отражать аж 40% полученного урона, но фиксированного отражения больше не будет. Так что это ослабление боевого заклинания в начале игры, но усиление в лейте. Также в патче исправили множество багов и ошибок. Будем ждать выхода обновы на iOS и нового героя Валентину. Надеюсь, что ждать осталось совсем недолго. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok